Здравствуйте, Евгений Николаевич. Не могли бы вы рассказать о вашем отношении к анекдотам? Ну, слушайте, мое отношение к анекдотам уже испортилось. Слушай, я очень всегда любил анекдоты и люблю, но жизнь становится одним таким сплошным анекдотом, уже просто не знаешь, не знаешь, куда деться. Вот, например, все, что происходит в последние месяцы, вот эта моя невероятная популярность и слава, это уже что-то, ну, как сказать, это не слава, это не популярность, это что-то ненормальное. Но слава была там, Битлз, Магомаев, Пугачева, Элтон Джон, ну, была слава вообще, все это мы видели, но видели на улице, ну, значит, там подходили несколько, что-то иногда, иногда, смотришь, вон идет после концерта, есть, конечно, концерт, там какие-то конкретные поклонники ждали автографа и резвили, но истеричность и тотальность, чтобы вся улица, и из окон я иду, из окон с 300 метров начинают размахивать, ой, Евгений, из окон. Машины останавливаются, останавливают движение в неположенном месте, все выбегают. На улице выстраиваются до пяти, раньше там 10, уже до 50 человек выстраиваются на улице. Это уже не смешно, это не анекдот. Здесь я, хотя уже был один, два, три охранника, два помощника, и иду, значит, клином, как рыцари, которые, значит, вот боролись с этим, с этой пособником Орды. Иду клином, но уже как, я иду, я же по центральному, нет, я уже стою где-то, какие-то переулки, чуть ли не подворотни гулять, чтобы иначе выйти там в столпотворение. Но, ну какие-то, я иду, вечер, красивый, сейчас вот момент, когда ни жарко, ни холодно, ну потрясающе, я посмотрю, дерево, ветерок, там где-то старое здание относительно, но проулочек, я стараюсь на большие не выходить. Все, даже охранник один, ну уж на что, вы понимаете, да, даже он смотрит, вот дерево, заметил, что ветви, что-нибудь, все хорошо, и в это, одна секунда, это буквально, вот мы вышли, там, или машина, или какой-то подъезд, все, ресторан. Вижу, с той стороны тротуара, одновременно на этой части тротуара здесь, здесь, он, значит, начинается, он, это вы, можно, издалека, культура же огромная, издалека можно сфотографироваться, все издалека. Дальняя улица, которая большая, ну, 400 метров, там человек 5-6, значит, ребят заметили, хотя уже так, ну, сложно, ну, как-то там вечер, все и так далее, и видно, что уже размахивают, кричат, ой, можно, все, можно, можно. В этот момент, это все вот так вышло, в момент одновременно, я смотрю, так получилось, что, так сказать, периферийное зрение, все одновременно, эти вот прохожие. В этот момент из окна замечательная девушка спускается, сбегает, я, Маша, вот у меня два экземпляра вашей монографии, и молодой человек, один мой, другой молодого человека, умаляя две минуты вашего личного времени, сейчас я поднимусь, бегу, ну, хорошо, все, только я отвернулся, эти приближаются, и гениально. Проезжает джип, такой жирный джип, то есть большой, прям вот навороченный джип, и деваха, именно деваха, вот такая, значит, из джипа, с места переднего, да, впереди посажусь, грудью все-таки кричит, а-а-а-а-а, кричит, все, просто таким срывающим, что, как будто она, что, рожает, все, а, и в конце, Фанасенков, значит, орет, орет туда, проехала, я думаю, ну, проехала, а что, эти приблизились, это спустилось, я подписал, пока я подписывал, выстроилась очередь туда, 20 человек сюда, 20 человек сюда, все это выстроил, я стою, а это уже никто не спрашивает, можно ли сфотографироваться, и ждут, как за колбасой, как в СССР, как колбасная очередь, встали, да, и в этот момент издалека бежит в середине улицы, проезжий, вот эта переулочка, эта деваха, и кричит, опять вот это, значит, не буду повторять, вот это, а, на всю улицу, подбегая, можно сфотографироваться, значит, вот, и я говорю, так, потому что, ну, действительно, она такая вот, ажатая, я говорю, ты откуда, она гиняет, я с Москвы, я говорю, ну, нет, ну, я говорю, откуда, вот ты откуда приехала, я с Москвы, опять, из Москвы, ни один москвич с Москвы не говорит, из Москвы, да, все, дикая провинция, я уже не сталкиваюсь в этой всей ситуации, вдаваться, что С, это неправильно, неграмотно и так далее, но я уже махнул рукой, встала, она встала, как, вот, как будто я, значит, какой-то, я не знаю, ей дали ленинский стяг, это знамя, вымпел, вот такой 60-е годы, разгоряченная, красная, морда красная, все красная, и это все, ну, она, естественно, на американском джипе, патриотка, да, все, как на фоне красного уголка с Лениным, и это уже, и так постоянно гулять практически невозможно, на светофор, два светофора, один, у меня уже зрение такое, смотрю, ну, там, мои-то, сразу видят, там, это опасно, это не опасно, видят, сразу просто такой переживающий поклонник, нормально, издалека вижу, ничего не даю понять, что вижу, он заметил парень, и весь аж, так, подрагивает, подрагивает, хорошо, подошел, один светофор ждем, он там стоит, метра три, смотрит страшными глазами, дрожит, не подходит, ну, я спокойно, значит, идем, значит, мы переходим, следующий светофор, долгий, долго он стоял, там, обошел, обошел, здесь стоит, тут подрагивает, я чувствую, белеет, дрожит, я уже не знаю, что надо уже, я же не буду сам обращаться, да, и он гениально выпаливает, но это нельзя повторить, это надо вот почувствовать в той вот этой эмоции, он так, значит, говорит, Евгений, вы Панасенков? Евгений, вы Панасенков? Ой, то есть я хотел, я вас слушаю, это хорошо, да, вот, от нерва вот так, Евгений, ну, просто замечательно, или сидим в ресторан, в ресторан, значит, смотрю, в окне идет, заметил, вот так, как подстрелили, потом, через две минуты вошел в ресторан, сел за дальним столиком, сидит, ну, пять минут, я, мы сидим, мои помощники, говорит, там сидим, ну, все, вот, и как-то отвлеклись, все, болтаем, что-то самое, показываем, я там смотрю в окно, и гениально, так, ну, не совсем из-под локтя, вот так, рост хороший, подползает, значит, вот так, медленно, совершенно наполовину, вот так подползает, снизу, и так, можно, что можно, потому что так вот, просто здесь, тут тарелка у меня, тут, прости, просто уже ширинка, что можно, ну, что, сфотографироваться, это просто, вот, вот так вот, да, но я, конечно, вспомню по поводу славы и сфотографироваться, и по поводу такого, знаменитый не анекдот, а был замечательный, Леонид Утесов рассказывал, в свое время долго не был на гастролях в родной Одессе, ну, я вообще никогда не был в Одессе, Утесов не был в родной Одессе очень долго, и вот у него был концерт, потрясающий оперный театр, очень красивое здание, естественно, дореволюционное, поэтому и красивое, был концерт, все, но он был невероятно воодушевлен, вдохновлен, потому что родной город, лето, ну, красота, успех, наслаждение, он сел, значит, в победу, тогда это считалось хорошей машиной, все, сел радостно, и бежит тетка с ребенком маленьким, бежит за машиной, кричит, догоняет, кричит, останавливается, тот Утесов, значит, ну, Леонид Утесов, все, значит, открывает дверь, думает, сейчас что-то, автограф просить, что-то такое, тогда сфоткаться не было, как сейчас говорят, автограф, да, она открывает, и ребенок говорит, вот посмотри, посмотри на него, когда ты вырастешь, он уже умрет, вот, и Утесов, ну, все, настроение испорчено, все, после этого, весь вечер, вот, поэтому слава, она, вот, слава Зайцева, она такая, анекдот, вот мое отношение к анекдотам, анекдот, это уже невозможно, мне, мои итальянские знакомые, коллекционеры, историки искусства, очень, вот, обычно, ну, раз в два месяца присылают, что, значит, решили, что такая-то картина, которая стоила до этого 5000 евро, и считалось, что это поздний повтор, это не просто ковараджист, это вообще сам Караваджо, вот так решили, потому что, извините, если человек умер, это не значит, что он должен переставать зарабатывать для аукционов деньги, да, решили, и такую новость они раз в два месяца мне пересылали, примерно такого интеллектуального содержания. Теперь, значит, они мне каждый день пересылают, что они, их знакомые, причем это люди, извини, не дети, а хорошего возраста, развлекаются тем, что ставят мемы со мной, не только где я танцую, что-то я по-русски говорю, потому что мимика, все, значит, мемы и прочее. Люди, извините, от 40 до 60 лет в далекой Италии, вот они тоже этим заразились, и мне это пересылают каждый день, значит, в Италии. В Польше вообще катастрофа, в Польше уже на радио, на телевидении обсуждают, что я, так сказать, сказал, что я сделал. Катастрофа в Бразилии, то же самое, да, но, ребят, ну это, я ведь ничего, я ничего не делал, у меня вообще нет паролей от большинства соцсетей, я никогда не был в ВК, ни одной секунды, вот ВКонтакте, ни одной секунды, там, я знаю, есть какие-то группы поклонников, но я никогда не был. Я никогда не был в ТикТоке, то есть, вот я знаю, я там миллионами, но я сам физически ничего не нажимал, не резал, не придумывал, я не придумал ни один из этих шуток, или как мем называется, ничего. Я вообще, более того, я презираю всю эту современность, я против этих соцсетей, я, значит, всячески критикую вообще вот всю эту шпану и так далее, но вот так случилось, что, а другие с кожи вон лезут и специально снимают, и что-то пытаются придумать, и ничего, и огромный ненависть пишут, тоже и на канал, и в личку, вот почему вы вот, ну, вы же ничего не делаете, я пытаюсь сделать то же самое, копирую вас, и меня никто не смотрит, я никому не нужен, понимаете? Ну, естественно, что вы пустой дебил, потому что вы никому не нужны. Ну, естественно, так всегда. Ну, вот поэтому анекдоты, вот вся жизнь уже стала анекдотом.